О том, что происходит в Украине и в мире сегодня, узнаете прямо сейчас в свежем выпуске новостей. В студии Каролина Король. Здравствуйте. Жесткие санкции против России могут вести Соединенные Штаты уже в ближайшее время. На закрытом брифинге для американских сенаторов госсекретарь США Энтони Блинкин, министр обороны Ллойд Остин и директор национальной разведки Эврил Хейнс рассказали об угрозе вторжения Российской Федерации в Украину. Ожидается, что он ускорит принятие жестких антироссийских санкций. Часть из них будут превентивными. Цель – удержать Путина от вторжения. Это санкционный пакет, имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем принять пакет санкций, который предполагает санкции уже сейчас за провокации и санкции в случае вторжения, которые уничтожат российскую экономику в том виде, в котором мы ее знаем. Ведь когда бандитам, таким как Путин, что-то сходит с рук, другие бандиты последуют его примеру. Так что это действительно определяющий момент в мировой истории. И я надеюсь, что мы будем на высоте, потому что если Путину это сойдет с рук в Украине, можно ожидать беды по всей планете. Вызовы безопасности и активизацию нормандского формата обсудили президенты Украины и Франции. Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон созвонились накануне. Также согласовали совместные действия по поддержанию экономической и финансовой устойчивости Украины. Это уже вторые телефонные переговоры президентов за неделю. Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном о противодействии вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия. Владимир Зеленский, президент Украины из Твиттер. Германия поможет Украине со строительством многоквартирных домов для переселенцев вместо модульных городков. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Накануне она провела переговоры по этому вопросу с государственным секретарем Министерства экономического сотрудничества и развития Германии Нильсом Анноном. У нас есть семь модульных городков в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, где проживают переселенцы с временно оккупированных территорий. С представителем правительства Германии обсудили помощь немцев в строительстве на месте модульных городков многоквартирных домов для размещения переселенцев. Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Из Телеграм. Тишина на линии соприкосновения. За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования ни разу не открывали огонь по позициям наших военных, сообщают в штабе операции объединенных сил. Тем временем ВБСЕ предоставили отчет за 2 февраля. В Донецкой области миссия зафиксировала 292 нарушения, включая 48 взрывов. В Луганской – 114 нарушений режима прекращения огня и 23 взрыва. Сообщают также о том, что незаконные вооруженные формирования разместили более 70 танков и гаубицы в запрещенных зонах. Кроме того, возле Шемшиновки наблюдатели АБСЕ обнаружили 14 боевых бронированных машин, а возле Покровки – 16. Россия не решится на вторжение в Украину, а наращивание войск на украинских границах – это просто попытка Путина привлечь к себе внимание и вынудить США и Евросоюз к диалогу. Такое в эфире Топ-шоу на нашем канале заявил российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации 2007-2016 годов Илья Пономарев. Это язык силы. Пока ему не покажешь кулак, он ничего не сделает. Украина на данный момент имеет самую сильную армию в Европе. Вот товарищ Путин уже дважды за последний год, за один год дважды использовал одну и ту же тактику. Он наращивает вооруженные силы на наших границах, после чего американцы начинают с ним говорить. Я не считаю, что Путин может напасть, у него недостаточно для этого сил, а издержки, связанные с потерями, про что мы здесь уже говорили, они для него слишком велики. Он никогда на это не пойдет. Аудиогид Проекты подчеркнула, что это ответный шаг для Украины, ведь во всем мире запущено уже более 30 аудиогидов на украинском языке и больше всего в Турции. Минулого року Туреччина снова обнимала одну из первых позиций для украинских туристов за кількостью отведений. Мы хотим, чтобы и Украина так же стала ближче для гостей из Туреччины. И говорила к ним знакомыми словами, потому что шлях на встречу должен быть обобичным. В прошлом году во время визита в Стамбул мы вместе с госпожой Еленой внедрили украинские аудиогиды во дворце Далмах-Бахче и на Галатской башне. Хотела бы подчеркнуть, что внедрение аудиогиды на родном языке – это прежде всего заслуга госпожи Елены. Личные вещи Джона Леннона продадут на аукционе. Старший сын музыканта Джулианна выставил на онлайн-торги три гитары Gibson Les Paul, афганскую куртку из Тура Magical Mystery и плащ с капюшоном, который певец надевал для съемок в фильме «На помощь» в 1965 году. Торги на онлайн-аукционе, которые продлиться до 7 февраля, уже начались. Это прекрасная возможность для ценителей творчества Битлз пополнить свои коллекции. Наши корреспонденты нашли и даже побывали дома у, наверное, самого преданного украинского фаната легендарной британской четверки в небольшой однокомнатной квартире. В спальном районе он создал настоящий музей Битлз. Более тысячи экспонатов располагается в комнате, где и живет коллекционер. Подробности об уникальном фанате – далее в сюжете. Посреди небольшой однокомнатной квартиры в спальном районе Одессы создатель музея легендарных Битлз Тимур Аполлинский показывают самую ценную пластинку рок-группы в своей коллекции. Этот альбом изначально назывался «Эверест». То есть уже была максимальная вершина. И чем интересен, то есть Битлз после этого альбома, они распались. Единственная группа в мире, которая распалась не на спаде, а на подъеме. Ручки, бейсболки, наручные часы, бутылки с вином и даже маска. В этом доме буквально на каждом предмете можно увидеть логотип ливерпульской группы. А в середине января Тимур отпраздновал ее день рождения. Говорит, несмотря на то, что у известной четверки их несколько, он празднует именно в январе. И 25 июля, и 9 октября на день рождения Джона Леннона. Вот, кстати говоря, и каждый будет отстаивать, почему именно в этот день. Но официально ЮНЕСКО учредил в 2001 году один официальный международный день Битлз 16 января. За более чем 40 лет коллекционирования фанат скупал всевозможные предметы с символикой группы. Говорит, такой любовь к битлам ему привил отец-моряк, который с каждого рейса привозил сыну какие-то вещи. Так случилось и с самым редким экспонатом – японским зеркалом с ликом Джона Леннона. Тимур уверен, таких предметов всего лишь два во всем мире. Он не сразу обратил внимание, что в зеркале отображаются силуэты. Под разным углом и под разным освещением меняется насыщенность ореола Джона Леннона. Несмотря на то, что музей Битлз включен в перечень городских музеев, никакой помощи от местной власти Тимур не получает. Огромное количество экспонатов приходится по очереди показывать гостям просто на кровати. Но именно в таком небольшом пространстве и чувствуется дух рок-группы. А на вопрос, не мешает ли такое количество экспонатов жить в квартире, со смехом отвечает – в этом месте живет дух Битлз. Все, что где только было написано Битлз, все шло в коллекцию. Я сбился со счета, и я думаю, что мне подсчитать сейчас просто невозможно. Я могу сказать примерно, но примерно я более-более тысячи, я думаю, всего. Однако это не единственный необычный музей в Одессе. Уже в этом году в городе откроется музей выдающегося одесского сатирика Михаила Жванецкого. Сегодня в квартире в одном из двориков на Молдаванке, где жил известный писатель, делают ремонт. Часть экспонатов для нового пространства уже собрали в литературном музее. Некоторые из них создавал лично сатирик. А музею их передала его жена. Это три рукописи разных периодов времени. Нужно сказать, что Михаил Михайлович никогда не печатал свои произведения ни на машинке, ни тем более на компьютере. Он писал только рукой, от руки. У него рукописи, а рукописи, как известно, не горят. Музей Жванецкого обещают открыть уже к началу туристического сезона в мае. Ксения Середа, Богдан Севко, Никита Бабенко. Новости Украины. Вакцинируйтесь. Иммунизация – это эффективно и безопасно. Больше информации на нашем сайте. Также остаемся с вами на связи и в социальных сетях. Я прощаюсь до следующего выпуска. И помните, Украина – наш дом.